Так, друзья, привет. Представлюсь. Меня зовут Виталик. Я HR в компании Dodo Pizza. Когда я подавал вообще заявку свою на митап, я сформулировал тему вот так. Но, честно говоря, сейчас понимаю, что это полная фигня. Рассказывать я буду вообще не об этом. А расскажу я, собственно, о том, как мы в Dodo подходим к оценке кандидатов, как мы попытались, в общем, то, что рассказывал Никита, отказаться, как мы попытались сделать JustTalk интервью чуть более структурированным, чтобы оно было прозрачным и понятным для всех участников процесса, и о том, как мы, собственно говоря, модифицировали тестовое задание для того, чтобы оно было понятным и полезным для кандидатов. Окей. Но начну я немножко о том вообще, что такое Dodo Pizza. Кто-нибудь вообще из вас знает про Dodo что-нибудь, кроме того, что это сеть пиццерий? Ок. Не очень много людей. Давайте расскажу. Мы сеть пиццерий, которая развивается по модели франчайзинга. Куда тыкать? У нас сейчас в сети 458 пиццерий. Мы работаем в 12 странах. В 2018 году выручка сети превысила 13 миллиардов рублей. Компании еще нет 8 лет. Мы растем очень быстро. Больше, чем 2 раза в год по количеству открывающихся пиццерий, по росту выручки. И, собственно говоря, благодаря чему это возможно, у нас есть информационная система, которую мы называем Dodo Ease, которую разрабатываем с нуля сами, in-house, и которая, по сути, является такой экосистемой нашего бизнеса. Это платформа, которая сочетает в себе CRM-часть, ERP-часть, HRM-часть и объединяет всех участников процесса, вовлеченных в этот пиццебизнес. Там есть сайт, мобильное приложение для того, чтобы заказать пиццу. Там есть облачный веб-сервис, который разворачивается в каждой пиццерии, который позволяет автоматизировать бизнес-процессы внутри. Учет, касса, доставка, трекинг каждого заказа. Там есть личные кабинеты у каждого сотрудника, где он может пройти онлайн-обучение, где он может запланировать себе график на следующую неделю или посмотреть, сколько денег он заработал за месяц. Ок. 71 человек. Это столько сейчас в Dodo Pizza разработчиков, которые трудятся над Dodo Ease. Как вы думаете, сколько у нас в команде руководителей? Dodo E. У нас нет руководителей. Собственно говоря, что я имею в виду? Нет менеджеров, которые сверху вниз спускают задачи и которые занимаются микроменеджментом, то есть трекают эффективность и все прочее. Мы работаем маленькими скрам-командами. Они, ну из-за того, что их становится много, они, мы, собственно говоря, строим процесс, который называется Less Huge. Насколько я знаю, мы вообще первая компания в России, которая такой процесс выстраивает. И, собственно говоря, наши разработчики сами формируют бэклог, сами, собственно говоря, участвуют в проработке аналитики задач, сами продумывают архитектурные решения, сами проектируют систему. Нет архитектора, который говорит, как нужно делать. Нет менеджера, который говорит, что вы сделаете эту задачу за неделю. Собственно говоря, почему это работает? Потому что одна из главных ценностей компании – это доверие. То есть бизнес нам доверяет, бизнес видит нас, экспертов, и готов, собственно говоря, слушать команду разработки, который говорит, что сейчас нужно сделать задачу, связанную с техническим долгом. Или эта задача займет столько-то времени. И, собственно говоря, мы верим в бизнесу, когда он говорит, что приоритеты у нас сейчас такие, дедлайны есть, внешние дедлайны есть такие. И это на самом деле достаточно хрупкая система, при которой, в общем, это доверие достаточно легко потерять. И для моей команды, для команды HR, одна из таких главных задач при найме разработчиков – это сохранить вот это доверие, взаимосвязь бизнеса и разработки. Ну, блин, как понять, что кандидат, который приходит к тебе на интервью, оправдает доверие? Это вообще какой-то, мне кажется, в HR фундаментальный вопрос. Я думаю, что многие HR, которые здесь есть, знают о исследовании, которое там достаточно долгое исследование было, которое в конце 90-х годов было завершено, опубликовано. Это исследование психодиагностов, психометриков, которые попытались оценить надежность, собственно говоря, методов оценки персонала, методов оценки сотрудников. Ну, выражается это как бы в прогностической валидности метода. То есть насколько мы, проведя какой-то тест, предложив какой-то тест разработчику, можем спрогнозировать его поведение потом в решении реальных рабочих задач. И вот здесь я специально выделил несколько популярных методов. Сбор рекомендаций, какой-то сбор биографических данных. Это типа то, кем ты себя видишь через пять лет, где ты работал, почему ты хочешь сменить работу и все такое прочее. Там трудовой стаж, неструктурированные интервью какие-то. И на самом деле все методы в HR, которые есть, они обладают достаточно низкой прогностической валидностью. Сверху я выделил те, которые хотя бы половину экватор перевалили и в больше, чем половине кейсов могут как-то надежно сказать нам что-то о кандидате. Дальше мы решили, собственно говоря, обратиться к двум самым надежным методам и попробовать сделать их подходящими, пригодными, валидными именно для Dodo Pizza. Сначала мы начали со структурированного интервью. Вообще изучив… Насколько я знаю, очень мало HR в IT-компаниях при найме IT-персонала, при найме разработчиков проводят вообще какие-то структурированные HR-интервью. И поэтому каких-то бенчмарков нам собрать не удалось, и мы решили сделать свой фреймворк с нуля. Как это сделать? Ну, первым делом нужно определить, что оценивать. Мы пошли к нашей команде для того, чтобы понять, что такое разработчик Dodo Pizza, что нужно нашему разработчику для того, чтобы, собственно говоря, в команде работать эффективно. Мы там собрали достаточно много данных, применили метод контента анализа и сформулировали какой-то список условных компетенций, которые нужны, чтобы разработчик показывал себя эффективно. Ну, окей, определили. Дальше. А как понять, какие… ну, как их проранжировать? Как понять, какие важные или нет? Мы пошли, собственно говоря, к нашему CTO, техническому директору, человеку, который находится в постоянной коммуникации со всеми разработчиками, который видит процесс сверху и в конечном итоге принимает решение о найме. И попросили его оценить каждого члена команды по вот этим компетенциям. Мы взяли десятибальную шкалу, но взяли ее достаточно условно, потому что, по сути, мы просили его оценить по шкале от 5 до 10, чтобы избежать вот этого когнитивного искажения, чтобы избегание низких оценок. Мы говорили, ну, 5, такая минимальная оценка, это минимальный проходной балл. Мы рассчитываем, что все люди, которые работают в Dodo Pizza, как минимум на 5 обладают выраженность этой компетенции. Значит, оценили, получили там какие-то средние баллы. Это там, условно, средние баллы по выраженности каждой компетенции в команде. Ну, окей, что делать с этим дальше? Мы решили попробовать посмотреть, как изменяются, собственно говоря, там компетенции, выраженность компетенции в зависимости от того, как долго человек работает в нашей команде. Поняли, что есть какие-то компетенции, которые внутри команды прокачиваются, которые со временем, в общем, становятся более выраженными. Окей, ну, предположили, наверное, они чуть менее для нас релевантны, потому что если у человека их сейчас нету, то, скорее всего, он, попав в команду, их прокачает. Попробовали, значит, разделить на медлов и сеньоров, посмотреть, в чем разница выраженности компетенции там. Тоже получились какие-то данные. В общем, что позволяет нашим разработчикам растянутой компании. Проведя вот такую достаточно скрупулезную работу с этими данными, у нас получилось выявить там три самых важных компетенции, которые на входе обязательны и нужны. У нас это там получилась там командность, дисциплина и требовательность. Ну, окей, там какие-то три слова. Что они значат? Как мы… Я как HR-менеджер, проводя интервью, как буду оценивать человека, не знаю, насколько он упертый. Что мы сделали дальше? Мы пошли опять к нашим разработчикам и сказали, давайте теперь реальные поведенческие паттерны. Как вот эта вот упертость у человека проявляется реально в нашем рабочем процессе. Какие-то действительные элементы, демонстрируемые кандидатом, человеком поведения. Ну и, собственно говоря, мы собрали там кучу таких паттернов по каждому из компетенций. Причем это как положительные проявления, так и отрицательные проявления, антипроявления компетенций. Получился достаточно большой список. Я тут, значит, ну какие-то выделил. Ну окей, появился список. Что делать дальше? Значит, есть достаточно большой, достаточно сложный в HR процессе, в проведении интервью, достаточно сложный момент, как избежать социально желательных ответов. Как не, в общем, показать кандидату, что мы хотим от него узнать, задавая там какие-то конкретные вопросы. И если, наверное, в IT-мире это не настолько как бы критично важный вопрос, то в менеджменте, в маркетинге, в бизнесе кандидаты от мидл уровня, примерно как бы обладая достаточно развитым эмоциональным интеллектом, очень легко считывают какие-то простые вопросы. Поэтому мы обратились для того, чтобы придумать наш фреймворк, мы обратились к системе кейсовых интервью. Собственно, что это значит? Мы предлагаем кандидату рассказать о каком-то реальном, ну какой-то реальной историю из своего рабочего опыта. Мы подбираем, собственно говоря, какие-то кейсы, которые, по нашему мнению, должны показать, выражена ли та или иная компетенция у человека или не выражена. Мы собираем пул таких вопросов и дальше есть такая методика STAR, методика проведения кейсового интервью, где мы по полочкам разбираем, в общем, каждый кейс. Сначала узнаем полностью контекст ситуации, условно, приведите пример неэффективного процесса в компании или приведите пример, когда вы инициировали изменения. Кандидат нам приводит какой-то пример. Мы первым делом прорабатываем контекст, узнаем, что за команда, кто руководитель, когда это было, зачем, почему ему в голову пришло это изменение, куда он пошел, с кем он обсуждал. То есть проговариваем полный контекст. Дальше мы проговариваем цель, типа для чего вообще он это изменение, для чего он это изменение предложил. Проговариваем действия, которые он совершал и в итоге результат, который получился. Благодаря вот этой структурированности кандидат сначала выдаёт, рассказывает нам все обстоятельства и потом ему сложно будет просто что-то выдумать, потому что мы находимся в одном контексте и разделяем этот контекст вместе. Проводя такие кейсы вопроса, в таком стиле проводя интервью, мы параллельно фиксируем, какие паттерны поведения кандидат демонстрировал в той или иной ситуации. Окей, провели интервью, дальше нужно оценить. Ну, собственно говоря, наш метод оценки достаточно простой. Мы там сваливаем в кучу проявления той или иной компетенции и взвешиваем на весах. Если там какая-то перевешивает, значит, эта компетенция у человека развита. Мы предполагаем. Можно пойти дальше, попробовать какие-то дополнительные коэффициенты для каждого проявления сделать. Ну, мы пока до этого не дошли. Нам это пока не очень нужно. Окей, хорошо. Мы сделали свой фреймворк. Собственно говоря, мы рассчитываем, что он достаточно надежно работает, показывает нам, насколько кандидат будет эффективен на работе. Но, блин, это 50% случаев при хорошо проработанном интервью в 50% случаев мы сможем предсказать, насколько кандидат нам подходит. Ну, что-то не очень. Поэтому мы, собственно говоря, решили скомбинировать и придумать что-то с тестовым заданием. Говорил Никита, да? Да, извини. Никита говорил про тестовое задание. Ну, и, в принципе, на рынке IT такой достаточно негативный опыт, связанный с тестовыми заданиями. Сейчас дать middle, plus senior разработчику предложить сделать тестовое задание, ну, блин, никто не сделает. Все, поставил крест на найме, никого не нанял за год. Во-первых. Во-вторых, когда я, разработчик, смотрит тестовое задание, у него возникает гораздо больше вопросов, чем, собственно говоря, ответов он получает. Поэтому, получив тестовое задание, мы сразу хотим позвать кандидата на еще одно интервью, чтобы это тестовое задание обсудить. Ну, собственно говоря, это нерабочий инструмент. Что тогда сделали мы? Вообще у нас в IT-команде используются практики экстремального программирования. То есть когда мы берем какие-то инженерные практики, доводим их до экстремальных значений, и они работают более эффективно. Ну, условно. Код-ревью – это круто. Круто. Как делать так, чтобы код-ревью было максимально эффективным? Делать его в момент написания кода. Парное программирование. Тесты – это круто? Круто. Как сделать так, чтобы тестами был покрыт весь код? Сначала писать тесты, а потом код. TDD – Test-driven development. Ну, и мы… Как сделать тестовое задание максимально показательным? Посадить человека в боевые условия, с которыми он будет сталкиваться в работе. Поэтому мы сделали тестовое задание 2.0 – тестовый день. Кандидата, которого мы хотим потенциально позвать себе в команду, мы зовем на один день. Мы предлагаем… Значит, он попадает в одну из команд разработки. Он берет реальную задачу, которая есть у этой команды в бэклоге. Он садится в пару к разработчику. Он идет вместе с этим разработчиком на стендап команды. Он идет вместе с разработчиком к аналитикам, если нужно уточнить требования. Он вместе с разработчиком проектирует и, в общем, реализует эту фичу, эту задачу, которая есть в бэклоге. Какой профит нам? Мы видим, как человек работает в наших условиях, в нашей среде, насколько ему это комфортно. Какой профит разработчику? Он понимает вообще, с чем он столкнется, с какими процессами, с какими людьми, с какими задачами. Он видит кодовую базу, мы ничего не скрываем. То есть это не какое-то тестовое окружение, это не какой-то специально написанный кусок программы. Это реальный код, с которым ему предстоит работать. То есть в конце мы принимаем решение, в общем, о том, приглашать человека в команду или нет. Окей, супер. Ну, что-то сделали. Какие результаты? Ну, за примерно там, чуть больше, чем полтора года, мы привлекли в команду больше 40 разработчиков. И за это время три человека ушло. Два человека – это люди, которые работали в компании больше двух лет, и они просто эмигрировали за рубеж. И у нас была одна ошибка найма, когда человек прошел все этапы и через три дня, собственно говоря, из компании ушел. И вот и все. Наверное, это все, о чем я хотел рассказать и буду рад на вопрос ответить. Да, очень круто. И про тестовый день очень круто звучит. Но хотелось бы побольше про это услышать. Во-первых, вы платите разработчику за этот день? Нет. Нет? Хорошо. Во-вторых… Почему? Нет. Почему это такой вопрос? Сколько людей отказывалось? Потому что, во-первых, это я оплачиваемый рабочий день. Во-вторых, большинство людей, которые у вас ищут работу, у них есть работа сейчас. И они не могут прийти и после 8-часового рабочего дня еще 8 часов у вас поработать. Да, окей, я понял. С этим много проблем? По поводу отказов. Ну, на моей памяти там жестких прям отказов был один. Было там какое-то неприятие. Вообще, ну, немножко про позицию. Мы ищем людей, ну, достаточно мотивированных, увлеченных. Мы рассчитываем, что человек, который приходит к нам на работу, выбирает работу очень сознательно. И для него, для кандидата, это такой же профит, как и для нас. Человек хочет прийти надолго, он может прийти и посмотреть. Собственно говоря, мы в этом достаточно гибкие. Мы предлагаем человеку самому выбрать, когда он придет. Да, ему нужно взять день из отпуска, ему нужно взять day off или договориться с командой, чтобы не прийти в этот день на работу. Ну, это какие-то трудности, но окей, мы готовы с этим мириться. Ну да, то есть я бы просто не смог прийти, потому что я свою текущую команду не хочу подводить. И вам не нужны люди, которые будут подводить свою текущую команду и просто так выпадать на целый день. Всякое бывает, конечно, это закладывается в бюджет, то есть человек может заболеть и прочее, но мне кажется, вы так многое теряете у многих людей. Ну, там, из моего опыта, но у нас реально было не очень много людей, которые сознательно отказывались от тестового дня у нас не было. У нас был человек, который сказал, вы не платите за тестовый день, да я за бесплатно работать не буду. Ну, окей. Виталий, здравствуйте. Спасибо большое. Очень интересно. Я делаю ровно так же. И с этим есть одна большая проблема. Проблема в анбординге. То есть когда приходит человек первый день и вы ожидаете от него, что он будет работать так же, как он уже работал вот какое-то время, у вас должен быть идеальный процесс анбординга. Просто идеальный. То есть я стремлюсь к этому уже практически два года. Делаю открытыми все инструменты, делаю открытыми всю документацию, для того, чтобы человек мог взять еще до того, как начал работать, прочитать все это. Тесты, координацию того, как он будет работать, автоматизацию всего, чего можно. И этого все равно недостаточно. То есть вы как-то с этим справляетесь? Да. Что вы делаете? Окей, я понял. Смотри, мы человека не бросаем в вакууме. То есть он не приходит работать непонятно над чем, читать документацию. Он садится в пару. Он весь день работает в паре. У него есть разработчик, такой наставник-драйвер, которому рассказывают, а вот здесь у нас лежит такая-то фигня, а вот здесь вот у нас такая-то фигня. Работаем мы в райдере, а шоткаты здесь такие. И они вместе выстраивают диалог. Они вместе вот как раз думают, предлагают какие-то нетривиальные решения для каких-то задач. Мы не смотрим на то, что вот этот сейчас человек придет к нам и заперформит. Мы смотрим на то, насколько он вообще погружается, адаптируется, насколько он предлагает решения, коммуницирует, насколько он готов работать в паре. Поэтому здесь нет такого четкого критерия. Ты пришел, и ты должен написать какое-то количество сроков. Вот, собственно, это был мой второй вопрос. Какие-то формальные критерии есть? То есть вот ты пришел и сделал, и ты точно понимаешь, что да, или точно понимаешь, что нет? Да, смотри, эти критерии лежат в плоскости тех паттернов поведения, о которых я рассказывал. То есть человек в поведении проявляет те или иные качества. Вот, и все. Каких-то там формальных критериев, там количественных нет. Это такой скорее общий фидбэк от команды, которая говорит, типа, блин, вот мы с ним работали, он погрузился, он там быстро въехал, он задавал вопросы, он предлагал решение. Последний маленький вопрос. Просто я первый раз вижу человека, который делает так же, как я, поэтому не могу не спросить. Вы собираетесь с них фидбэк? Если да, то какой? Потому что, ну вот я по своему опыту могу сказать, что на фидбэке от тех людей, кто пришел первый раз, я собрал огромное количество всяких проблем, косяков и прочего. Да, в конце каждого тестового дня мы какое-то такое exit-интервью условное проводим, где спрашиваем, как тебе было. Ну, какие-то гипотезы наши проверяем. В нашем случае самая большая проблема, ну, мы кандидату предлагаем прийти, когда он готов. Соответственно, бэклок у команды сформирован. Мы не всегда можем под кандидата подобрать, ну, максимально релевантную задачу. Бывает, что задача не делается за день, да, не делается за эти пять часов, и кандидат уходит немного за мотивированным. Типа, блин, я хотел доделать, у нас доделать не получилось. Вот это, ну, вот это, наверное, такой самый часто встречающийся фидбэк. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А какого уровня разработчики, ну, вот эти 40 человек, и на какой уровень вы ориентируетесь, в общем-то? Middle plus senior. Ну, и то есть примерно 50 на 50? Примерно, да. Понятно. А есть ли у вас какая-то мотивация для тех специалистов, которые их курируют в этот день? Нет. Ну, это есть. Это для этих людей мотивация найти себе в команду крутых людей, с которыми будет комфортно работать. Понятно. Спасибо. Спасибо. Привет. У меня есть такой вопрос. Я так понимаю, набирали на команду не вместо разработчика, да, какого-то определенного, а набирали команду прям полноценно, постоянно по развитию продукта. Не очень понял вопрос. Мы не… Да, мы вообще… Позиция открывается, да, либо кого-то заменяют, либо развитие продукта какое-то происходит, да? Да, у нас просто растет команда, у нас растет масштаб задач, у нас растет там нагрузка на систему, и мы постоянно расширяем команду. То есть даже в вакансии, да, когда человек приходит, до того, как он вообще попадает, до того, как мы делаем оффер, и он выходит на работу, мы не знаем, в какую команду он выйдет. Он там решает… У нас там процесс онбординга еще достаточно интересно проходит, когда человек там первые несколько итераций работает в разных командах и по итогу решает, в какой команде он останется. Да, просто очень забавно было, вы туда включили немножко психологии, да, там по поводу soft skills и всего прочего, но при этом в группе каждый ведет все по-разному, при том у вас партнеры, парное программирование, и с кем-то он может сложиться, может и не сложиться. Я не удивлена, почему у вас портрет у всех должен быть одинаковый. Разве здорово, что все одинаковые? Смотри, есть какие-то базовые ценности, которые должна разделять вся команда. Мы, ну, то есть здесь… Командный игрок – это разве ценность? Окей, ну, да. Ну, то есть я, наверное, до конца вот в терминах дискутировать не готов, да, но для нас это ценность. Для нас человек, который разделяет ценности команды, да, вот, ну, вот это ценность. Окей. Ну, я рада, что у вас в любом случае все получилось. Не уверена, что это можно повторить, но молодцы. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Вопрос такой. Сколько времени у вас ушло на создание этого фреймворка, по сути, системы? Ну, то есть это в процессе, это все в процессе, то есть это постоянный процесс. Базовая комплектация. Ну, я думаю, что в районе месяца, ну, где-то так, может быть, чуть больше. Это очень круто. Спасибо. Спасибо за выступление. Очень клево, интересно. У меня вопрос немножко простой, но очень животрепещущий, как мне кажется. Вы хотели ответить, но так и не сделали этого. А почему вы, собственно, не платите за тестовый день кандидатам? Ну, я уже ответил на самом деле, потому что в моей парадигме, в нашей парадигме, да, ты как кандидат точно так же выбираешь себе работу, как и мы выбираем тебя в качестве соискателя. Мы даем тебе, точно так же, как и мы просим тебя показать, ну, условно себя, мы даем тебе возможность оценить, насколько тебе будет комфортно работать у нас. Чтобы ты шел не в черный ящик, а чтобы ты смог приоткрыть дверь и примерно представлять, чем ты будешь заниматься. Не на словах, как бы, а на деле. Хорошо, спасибо. И я думаю, что это был наш последний вопрос. Спасибо большое за этот вклад. Спасибо.